Белорусская прокуратура Белорусская прокуратура В святочный день уручили медали и грамоты, присвоили новые службовые звания. С поспехами работнику прокуратуры веншовали керавництва республиканского ведомства и представники улады. Профессийные свята означали так само белорусские адвокаты. С этой нагоды у першиню в нашей стране были присвоены звания «Гоноровый адвокат». Двуху зногороду достойны представники нашего региона. Подсвержение высокого звания нагрудный знак первой ступени отримала Нина Бабкова, адвокат юридичной консультации Центрального района Гомеля. Ее коллега с Чугуночного района Виктория Мелешка отримала звание «Гонорового адвоката» и нагрудный знак другой ступени. До речи, у день на роджении адвокатуры Белоруссии представники этой профессии провели бесплатные юридичные консультации для маломайомосных. Сегодня у Гомеля стартует школа бренд-менеджмента. Удельниками мероприемства станут молодые предприимальники и финалисты и переможцы республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». У рамках семинару плануется разглядеть актуальные пытания обороны бренду, сучасная махчимость рекламы и особливости ее в Крыхстане, психологию споживца и особисты брендыных. Белтали радиокампания собрала разом супрационников зусих региона Украины. У десятый раз под Минском прошел фестиваль «Пазаэфиром». Не глядяши на неприемные сюрпризы, які я подрихтовала на дворья, мероприемство отрималось яскравым и насыщенным. Конкурсная программа фестивалю распоршалась с представлением визитной картки и обороны лагера. Команда телерадиокампании «Гомель Третий регион» показала ретроспективу лепших жертв за 10 годов, объединенную с хитами этих часов. А вот свой лагерь команда с Гомеля переутворила в сокретный бункер и запросила журы до удела в экспериментах. Спортивную участку фестивалю склав байдарочный квест. А вот новинкой этого лета стал киноконкурс «Золотая шишка». По выниках усих споборництва, переможцем фестивалю стала команда наших коллег с Бреста. У Гомеля значили Международный день боротьбы со споживанием наркотиков и их незаконным оборотом. У Гомельской области только БРСМ организовал больше 50 мероприемств в рамках республиканской акции «Остерожна дорога у пекла». Место проведения – оживленные кропки областного центра. Это «Чигуночный вокзал», «Центральный универмаг», «Пляцовка ля медицинского университета». Волонтеры з леку наученцев и студентов раздали буклеты антинаркотической тематики. Усягу больше 5000 выданий утрапило до молодых людей, которые находятся в зоне риски. Два выпадки отрушивания грибами зарегистрированы в Гомельской области. По терпелым, детяте и молодой девочине оказана своечасовая медицинская допомога, и зараз их життям ничего не погражает. Медики подкресливают – самолячение при отрушивании грибами недопушальное. Это может привести до тяжких наступствов. Важно памятать и то, что потерпеть можно не только от отрутных грибов, но и даже неправильно приготовленных ядомых. Так само, вельми шкодными становятся грибы, которые росли в экологично-небеспечном месте, где накопилась масса шкодных речев. Народженная ОСССР – так называется выстава, которая открылась в городском центре культуры в Гомеле. Ее автор – гомельский коллекционер, филаталист и нумизмат Геннадий Гайков. Час пяти годов и партийных сходов, пионерских сборов и чергов в крамах. Усех – это эпоха СССР. Представлены экспонаты, которые помогают окунуться в минулое и вспомнить, каким было повседенное жизнь советского человека. Интерьеры хрущевки, атрибуты пионерского руха, старые фотосдымки, самовары, радиотехника, нагадывают про историю Украины и захоплённые людей. Аутор незвучайной выставы Геннадий Гайков весь свой вольный час отдаёт любимой справе – историю, краезнавству и коллекционированию. Но и антикварные речи он обновляет своими руками. Идеальное веселье – какое оно? Сегодня на телеканале «Беларусь-4» отказано о геттое питание будет шукать ведущие программы «Добрий вечер, Гомель» Наталья Волынец и гости промога эфиру. Як зэкономить на веселье летом, дзе региструются сучасные шлюбы? Як выбрать весельный букет и скласть шлюбный договор? Свои парады и рекомендации дадуть весельный эксперт и нотариус, креативный флорыст и модный фотограф. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до размовы у промым эфиры по номеру 37-519.